3 камеры и все эти картинки будут динамично меняться будем отпускать максимально красиво вдоль воды поэтому ребята я думаю будет борьба до последней секунды я рад всех вас приветствовать на медийной карповой лиге давайте друг друга аплодируем сейчас у нас пройдет жеребьевка ffm bait 5 медийный формат братан ну все понятно гасанов 1 золотой берег 2 6 картрэвел 47 четко 2 13 сектор 14 11 12 15 ты хотел 1 1 далее вы все идете располагаться в ваши сектора и у вас будет время до пяти вечера поставить свой лагерь все настроить по классическому фестивальному формат восемь часов завтра маркерение в 10 утра старт 10 утра 15 октября фигня сектор номер два команда артюхин тим семейства артюхиных алексей сергей артюхин и чемпиона россии в этом году вадим гасанов он за кадром стоит но у меня сразу вопрос мы у вадика брали интервью перед стартом что он мастер жеребьевки как вы оцениваете сектор номер два это то что вы хотели увидеть когда приехали сюда ну если честно у нас опыт ловли на зб в принципе есть и достаточно успешный но жеребьевка вещь непредсказуемая на том водоеме где ты не так часто ловил поэтому сектор хороший сам по себе особенно если учесть что на зона покоя примерно сколько мы видим сколько мы видим только наша зона покоя на 100 200 метров но я знаю по поводу зоны покоя я вижу что вот там стоять на заднем плане именно тот вадим и я не вижу в нем покоя мне кажется он переживает жеребьевку и зоны покоя в нем такой нет вадик показывает что настрой боевой надо сначала прежде всего подкрепиться как говорила не пупух 5 часов 5 часов банкет когда часов до 13 13 минут ну вот нам буквально трасс минут поговорить и уже то ради чего мы приехали открытия соревнований состоится как у вас настрой вот сразу садам вопрос артюхины спортики вот в серьезно вот я должен господин спрашиваю игры вы сюда приехали там ну вот контент там с людьми общаться будет нет только победа ничего мне не волнует больше победы кубок все все кубки дайте мне все тарелки я уеду с ними чемпион россия так и должен отвечать я не знаю у всех по разному лично я приехал пообщаться прежде всего с друзьями с кем увидится попробовать новый формат который ребята организовали нам было очень важно поддержать их и своим участием вот на и своими какими-то мыслями на этот счет интересная ловля если честно турнир сезон у нас такой был тяжелый достаточно и тяжелый потому что длинный 15 турниров и уже так если честно наелись до соревновательного карпишинга вот где сидит поэтому уже для главное классная атмосфера и ловля такой рыбы именно не темповой а осознанной и трофейной ну да здесь нет такой активности как на коневском да как и на коневском на клондайке там на голодяевском во многих водоемах в принципе в нашей стране можно половить много 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 рыбы и и крупные и некрупные общем и любой но в комфортных условиях закат сезона красивые виды года и такая ловля на жду на вот формат по который мы сделали такой необычный тоже да когда есть по количеству по пяти крупных по одной крупной как считаешь это интересно но мне нравится форматы как бы смешанные вот бой очень мне нравится формат когда есть зачет по пяти крупным рыбам и параллельно общий зачет почему потому что бывает допустим мелководные части водоема где объективно рыба меньше потом на павловском это часто видно в каневской в зоне b на много где можем можно найти примеров но параллельно с этим есть еще зачет по крупным рыбам допустим но там более интересен для зрителя даже возможно post-wat Sorta где-то где-то допустим ты не можешь соревноваться по где-то не можешь просто конкурировать по общему весу зато интереснее как бы ловить по пяти крупных рыбам где-то ты наоборот не можешь конкурировать по крупным рыбам там интересно темповая ловля поэтому как бы смешанные форматы это вообще топ мне очень нравится вот big fish big fish но и мое убеждение всегда это удача всегда удача невозможно он знает он все уже он уже все посмотрел ловить статистически очень сложно то есть шары карпу весом там 20 килограмм от карпа весом 21 килограмм почему вадим гасанов данный момент не с вами вадим гасанов самый дисциплинированный нашей команде раньше станет раньше ляжет он уже готовится он уже встал или маркерную карту потихонечку он первый приехал зарегистрировался золотая рука адыгея серёж алексей вы славитесь тем чтобы умеете ставить амура на точку будете ли вы выстраивать тактику исходя из этого на данном водоеме точку надо найти на которую его поставить я боюсь что погодные условия не смогут позволить в полной мере осуществить эту тактику но мы будем стараться амура ловили ловим и ловить будем амур это ваша любимая рыба это та рыба благодаря которой сделали мастера спорта в свое время на соревнованиях для меня поэтому однозначно любимая рыба сектор номер два команда и свой код начинают правильно свое утро со отличного кофе исправим и кружки у них там столько веревок я не знаю он говорит что вот это сейчас серьезный что именно эта команда сделать ставку на поимку количества они славятся количеством а только вот этот человек вадим гасана о красивый английский стиль покажи ольга воеводина очень хотела поймать карпа и назвать 4 килограмма его брат 3 800 будем отпускать максимально красиво вдоль воды рыба каждая в зачет должны так ну ладно как скажешь если прямо однозначно надо отпускать еще более серьезную рыбу ни одного маленького мешка не ну что лёш сколько рыб всего чтобы сразу заявили все зачетные все зачетные все зачетные все зачетные все нету это разные дистанцию с работой вся одна точка работала русловая средняя да да средняя дистанция и кормили и больше всего и вот рыба там саккумулировалась почему-то на ближнике вообще не у меня была активность у нас две точки на ближнике там 30-50 метров ну вот и чередовали и состекали для стенка вообще молчание хотя вот классическая история забрасываешь одно удилище под камыш и наш дуна вот мы четыре часа держали по моему мало будем 6 ну что-то как-то тоже особого успеха это не принесла стратегия вот вопрос задам смотри вчера в прямой трансляции покажи что у вас есть две два типа насадок донная и поп-ап вот это было на донная хотя вроде такая маленькая рыба казалось а вот тоже вопрос ночью на поп-ап ловите или все-таки вот есть классика ночью дно только ну как сказать пробуем и так и так ловить всегда стартуем обычно и на многих соревнованиях 2 на 2 и ночью тоже обычно там 2 на 2 просто у нас было два удилища в одной дистанции и работала преимущественно не преимущественно только 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 дом именно на него вы должны повесить красную метку как у нас есть дополнительные условия у нас то вторая то как бы то третья ну самые что ни на есть центральная и по горизонту и по расстоянию поэтому эти тузики способны разогнать паровоз или они так ну один разогнал луна газовала карпа от трех в общем пара возит на забы до трех так пока тренируется на него не проснулись ночью чтобы мы тоже платки не выбегали пару пиков вышли еще пару пиков потекли ну что эта команда я сокот сергей артюхин алексей артюхин и вадим гасанов сейчас дозвешиваем рыбки нам доплачивать будут то что мы с магнитом привозим рыбу сюда нет потому что маленький от 15 давайте будем заплачивать собою бы не привезли правильность поклевка дорогие алексей артюхин каверия алексей артюхин каверия и вот это свин так красавчик карп 16 килограмм вес средняя дистанция русло осеннее русло принесло такую классную рыбу ореховая . все мелкофракционная как мы любим донная насадка большой повая стик все это вы видели уже и ранее в наших кадрах вот ну идут вторые сутки соревнований постараемся еще поймать несколько таких прекрасных штучек зачетных карпов а и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Видимо, кто-то решил, что надо этим ребятам отправить карпа чуть-чуть крупнее Компенсировать им моральные затраты, нервы, стресс Спасибо всем тем, кто за нас болел и надеялся И мы смогли поймать этого классного карпа Может быть, еще нам удастся хотя бы одного взять за десяточку Чтобы как-то бороться за призовые места по итогам медиалиг Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, сейчас я всем разберу раздам Компенсировать на Ольге и Дарим Ну что, участники медийной карповой лиги Подошел к концу этот невероятный турнир Мы благодарны всем вам, что вы следили за этим турниром И в первую очередь я, конечно, благодарен всем нашим командам, кто принял участие Ребята, вам всем большое спасибо Победитель номинации по количеству пойманной рыбы Становится команда АСВКОТ Ура! Вручаются вот такие памятные тарелочки Аплодисменты команда АСВКОТ Реально показали хороший результат по количеству пойманной рыбы Молодцы, и поймали даже Амура Надеялись, что они его поставят на точку, наверное Но поставили на точку пока только одного Амура Это была команда АСВКОТ А мы переходим к следующей номинации По пяти крупным рыбам победителем в этой номинации становится команда Карп Тревел Володя, Сергей Разлатый, Владимир Николаев Эти памятные тарелочки, Володь, вам Аплодисменты Ну и победителями в номинации по самой крупной рыбой Становится команда АСВКОТ Карп, если они... Напомните вес, ребят, 18 килограмм 750 грамм Отличный результат И эта награда тоже уходит к вам АСВКОТ, сектор номер 2 Молодцы, ребят, поздравляем Бронзовым призером медийной Карповой лиги 2023 года Становится команда Мэтт Карп Они ждали, что именно так я их объявлю Я уже опытный, да Поздравляем, ребят, Олечка Поздравляем вас, молодцы, Анастасия Вы большие молодцы Я думаю, все запомнили тот самый финишный валидольный рывок Как я говорил, как в футболе пенальти Фактически они забили тот самый пенальти И ворвались в призовую тройку С серебряными призерами медийной Карповой лиги 2023 года становится команда ОСВКОТ Аплодисменты Вадим Гасанов, Сергей Артюхин, Алексей Артюхин Да, пусть у них на футболках написаны сзади другие фамилии Но ничего, это их тактика Этот кубок еще тяжелее, чем предыдущий Аплодисменты еще раз команде ОСВКОТ Победителями медийной Карповой лиги сезона 2023 становится команда Карп Тревел Сергей Разлатый, Владимир Николаев Поздравляем, ребят, вас Ну что, ребята, это была медийная лига 2023 Пау-пау-пау Еще раз поздравляем победителей и призеров Это было круто Увидимся с вами в новом сезоне Турнир Пушка, Бритва, Ракета Классно, мы очень рады, что мы завершаем сезон именно таким турниром Это было очень интересное сражение Формат зачета потрясающий Я уверен, что его нужно внедрять на многих коммерческих турнирах Вы даже погоду заказали правильную Мы провели отличное это время на водоеме вместе со всеми, со всеми Все было круто, продолжались в том же турнире Вы томали крупную рыбу, вы нацелены были на нее или это ваша случайная поимка? Как вы считаете? Вообще изначально планировали собрать, аккумулировать всю рыбу А потом ее уже методом сначала перебора, а потом укрупнения фракции ловить Поэтому очень рады, что удалось нам добиться крупной рыбы со вторых суток Вот и на третьей сутке прибыл долгожданный бит Как вам заходит такой формат и вообще именно зачетная система? Супер вообще формат, если мы о медийной лиге говорим, здорово и интересно смотреть Потому что мы половину турнира ловили, половину турнира смотрели как ребята, другие в других секторах Все очень интересно и мне кажется вполне зрелищно получилось Номинации вообще здорово Уже на многих турнирах что-то подобное придумывали Но здесь три номинации и бальная система для коммерческого спорта Это формат будущего, которому многие придут